Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И у нас с вами следующая ошибка. Без клиентов вы не психолог. Страшные слова звучат на самом деле не очень приятно, но это так и есть. Без клиентов вы не психолог. Если вы занимаетесь академической работой, если вы продолжаете учиться и не набираете клиентов, не практикуете, если у вас нет вообще ни одного клиента, как вы можете считать себя психологом? Возможно, у вас даже в дипломе написано, что вы психолог. Возможно, вы закончили множество курсов, которые подтверждают ваше право работать. Но если вы не нашли клиентов, если вы не работаете, если вы не практикуете, то вы не психолог. К сожалению, это так. Недостаточно быть хорошим психологом, недостаточно быть идеальным психологом, недостаточно быть суперпсихологом. Вам важно уметь продавать ваши психологические услуги. Вам важно уметь находить ваших клиентов ради себя, ради своих клиентов, ради всего человечества. Потому что если мы думаем о будущем психологически здоровом поколении, то наша задача научиться находить наших клиентов любыми способами, любыми способами. Задача найти ваших клиентов. Подумайте, может ли считать себя пианистом человек, который не занимается игре на пианино, у которого нет практики. Может ли считать себя гитаристом человек, который не играет на гитаре, возможно несколько лет не играет на гитаре. И может ли он называть себя гитаристом? Нет, они не могут называть себя гитаристами или пианистами, потому что они не практикуют. У нас в психологии все то же самое. Пока мы изучаем что-то, пока мы пишем диссертации и не работаем с клиентами в это время, мы теряем навыки. Мы теряем навык каждый день. Точно так же, как пианист теряет свой навык каждый день, потому что он не практикует каждый день. Мы теряем навык общения с клиентом, мы теряем навык работы с ним. Поэтому я не помню в своей жизни ни одного дня, чтобы у меня вообще не было клиентов, ну вот начиная с тех пор, как я закончила МГУ. То есть всегда кто-то есть. Пусть какие-то периоды жизни, например, когда я в отпуске, когда я где-то действительно занимаюсь учебой, там еще чем-то. Но у меня всегда хотя бы один-два клиента остаются фоном каким-то. То есть даже когда вы уходите из деятельности, либо вы заболели, либо еще какие-то причины, когда вы прерываете свою деятельность, все равно где-то фоном вот один-два человека пусть остаются с возможностью к вам прийти после того, как вы восстановитесь, с возможностью к вам прийти после того, как вы закончите вашу работу какую-то другую. Но задача, чтобы клиенты были всегда. Придумайте способы, как вы будете привлекать клиентов. Возможно, вам поможет моя книга про источники, откуда появляются клиенты. Возможно, вам помогут мои курсы. Возможно, вы сами найдете какие-то способы. Возможно, вы спросите просто коллег, которые помогут вам понять, как можно найти клиентов. На сегодня все. Всем ромашек! Субтитры сделал DimaTorzok